Здравствуйте, россияне! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам неопровержимое доказательство того, что Киевская Русь, Русь в действительности, так называлась Центральная и Западная Украина, в древние времена, в Средневековье, говорили на украинском языке. Ну, не на совсем таком, как сейчас, но тем не менее, все украинцы его бы прекрасно понимали. Ваша пропаганда постоянно заявляет о том, что чуть ли не до XVI века между украинскими и русскими языками не было разницы. Это полная чушь, и каждый, кто умеет читать, в этом может убедиться. По летописям, по княжеским грамотам, по граффити, по словам отдельным даже. Вот, например, такие слова, как «Володымир», потому что князь назывался Володымир. Даже на территории России князья имели имена Василько, Иванко, Володислав и другие украинские имена. Вот, княгиня Олена была. Ну, то есть, название города самого, Киев. Название самого этнонима, Русь-Кей. То есть, совершенно с украинским правописанием это все записано в тысячах источников. Ну, в тысячах местах источников, к сожалению, поменьше, потому что их сожгли. И, как считается, по указанию московского царя, в первую очередь, это, конечно, пожар библиотеки Киева-Печерская лавра. Но даже то, что осталось, осталось. И можно было бы на этом остановиться и ничего больше не доказывать. Потому что в летописи Киев назван Киевом. Киевляне – каяны. Княгиня – княгиня. Речка Лебедь, Лыбедь. Ну, Владимир. Владимир, понятно. Собственно говоря, о чем тогда речь? Даже, кстати, Владимир на Клязьме до XVIII века город на всех картах называется Володимир. Так, как его назвал украинский князь Володимир Мономах. И этого бы... Можно было бы на этом остановиться. Но, тем не менее, давайте найдем еще какие-то аргументы. Потому что этих аргументов – вал. Кто-то из российских деятелей уже начали говорить о том, что, мол, летописи сфальсифицированы. Но кем они могли быть сфальсифицированы? Интересно, если с XVIII века они были в руках полностью Москвы. Можно обратиться к иностранным источникам, чтобы уже так верифицировать это все и увидеть. Что мы можем увидеть очень интересно. Сейчас я приведу сообщение еврейских писателей о словах из языка Киева и Черниговой окрестностей XI-XIII веков. Что же мы видим? Очень много. Вот, например, еврейский путешественник Соломон Ицхаки. Родился в 1040 году. Умер в 1105 году. По прозванию Раши. Уроженец Франции. Очень известный среди евреев этот человек. Средневековый комментатор Талмуда. И вот он отправился в длительное путешествие по общинам еврейским диаспоры. Он стремился познакомиться с выдающимися мудрецами, методами изучения Тора и так далее, принятыми в других землях. И вот что он зафиксировал в Украине. Такие украинские слова, прямо назвав их славянскими. Евреи говорили хананские тогда. Ну, это славян. Вот он говорит СНИХ через украинскую букву И. ОКРИП. Это о кипятке. Это такое украинское название кипяток. ОКРИП – вода. Другой еврей. Иосиф Бен Шимон Карра. Конец XI-XII век. Наводит такие украинские слова. Гуня. Гуня, точнее. Это одежда такая, скорее всего, даже от гунов. Унаследована черный такой кожух. Ну, как бы шуба такая черная. Вот этот Иосиф Бен Шимон Карра фиксирует еще украинские слова, украинские окончания у глаголов. Будды, статы. Путешественник Вениамин Бен Иода из Туделы в Наваре, который путешествовал в 1160-1173 годах и предпринял паломничество в Святую Землю. Посетил Италию, Константинополь, Киев и так далее. Что он говорит? Белка называется у него Вывыритя. И вот по-украински Белка тоже Вывыритя. И вот эта его книга была очень известна у евреев, у этого Вениамина Тудельского. Она многократно переписывалась. То есть, это источник очень верифицированный. Еще один еврей. Исаак Бен Моисей из Вены. Начало XIII века. Это галахист. Это то есть еврейский юрист. Специалист по еврейскому религиозному праву. И вот какие он слова приводит. Этот Исаак Бен Моисей из Вены. Начало XIII века. Плит через украинскую И. Щить. Это что-то на щетка. Пазуха. Скиба. Это пряжка у него. Мотовось. Веревка. Мотузка по-украински. Спуна. Это как препятствие. Спына. Помело. Веник. Веревка. То есть это украинские слова, как мы видим. Комментатор Соломона Ицхаки. XIII век. Ну это неизвестный человек, но он комментировал вот этого человека, который изучал Талмуд. Вот он его комментирует, оставляет комментарии. С XIII века. Это книжечка и соответственно сообщение. У него есть такое украинское слово, как Вовкулак. А это по-украински означает Тоборотень. И вот все эти доказательства украинского языка Киева и Чернигова в XI-XIII веках можно прочесть в книге Авраама Яковлевича Гаркови. То есть сам еврей, он этот человек, очень известный ученый XIX века, второй половины XIX века. Книжка называется «Об языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей». А я Гаркови, Санкт-Петербург, типография Имперской академии наук, 1865 год, 65 страничек. Я прочитал эти 65 страничек и с них в принципе для украинцев все ясно. И все эти явно украинские слова четко идентифицированы еврейскими писателями, путешественниками, как славянские, с предоставлением соответствующего перевода. Поэтому каждый, кто считает себя славянином, просто обязан выучить украинский язык. Ну, этим, собственно говоря, влияние евреев и семитов на установление истины о языке Киевской Руси не исчерпывается, потому что было очень много путешествий арабских, арабов по территории Украины. В 9, 10, 11 веках, вот этот момент пассионарного взрыва у арабов, когда их было очень много купцов. И вот многие из них слова населенных пунктов подают практически в украинской транскрипции. Вот, например, Аль-Идреси. Это очень известный арабский географ, автор географического сочинения, составленного по инициативе короля Сицилии Рожера II в 1154 году. От рада страстно желающего пересечь мир. И у него там много населенных пунктов украинских, данных именно в украинском произношении. Там Канев и другие. Поэтому здесь никаких сомнений у нас возникать не должно. Если любой человек прочитает слова, ну, например, из поучения Володимара Мономаха и заберет оттуда церковнославянские слова из этого поучения, там останутся украинские, только украинские. Если забрать церковнославянские слова из летописей, ну, из самых древних наших летописей, то те, которые слова останутся, если убрать оттуда церковнославянские, останутся опять-таки украинские слова. Это абсолютно очевидно. Есть еще очень такой известный Астромыровый Евангелие, вообще один из самых древних документов, кстати, в России его почему-то забрали. Очень древний документ, 1057 года, и там, соответственно, тоже написано «Володимир» и «Киев». И вот россияне, если хотят знать, как говорили на языке Киевской Руси, они должны обратиться, например, к российскому историку Ключевскому, у которого когда-то спросили, как говорила Киевская Русь, и он сказал, что Киевская Русь говорила точно так, как сейчас говорят в окрестностях Киева. Как говорят в окрестностях Киева, так и говорила Киевская Русь в свое время. Ну, конечно, язык развивался, он новые термины получал из других языков, в том числе, ну, как любой язык. У нас происходило, ну, такое образование иковизма, то есть у нас он со временем более так рельефно показывался в нашем языке по проистечению времени. Это, как считается, скифское заимствование, потому что оно есть еще у Геродота, даже вот этот иковизм «сколот» и «скилл», «царь скилл», а «скиф» и «сколот». Ну, то есть такое изменение в корнях «о» на «и» и на «е». Вот. И все эти изменения, они в процессе происходили, конечно же, не меняли украинский язык, но я вам скажу, что любой украинец, который бы сейчас послушал язык княжева Киева, который бы прочитал просто транскрипцию того, что у нас есть на стенах Софии Киевской, сохранились, к счастью, все эти у нас граффити на стенах Софии Киевской, то есть когда люди приходили, молились, там какие-то молитвы записывали. Там есть, кстати, запись о смерти Ярослава Мудрого, есть запись Владимира Мономаха, вот, это именно в Митрополитичем соборе. Другие соборы, к сожалению, были подорваны по приказу Москвы, в частности Михайловские соборы, там, конечно, эти граффити не сохранились в основном, то есть они были списаны. Но сейчас уже огромное количество этих граффити, тысячи, введены в научное употребление, и там абсолютно четко видно, что Киев, це Киев, россияне. Поэтому учите украинский язык, он гораздо легче, чем китайский. Продолжение следует...